Приветствую вас, я думаю, что мой ответ будет немножечко перекликаться с ответами моих коллег, но только лишь в той части, которая касается того, что книг таких вот универсальных, да, на любой случай нет, потому что если бы такие книги были, то можно было бы говорить о ненужности психологов и так далее. Я придерживаюсь той точки зрения, что книги это то, что может быть полезно для студентов, может быть полезно для просто интересующихся психологической наукой, но ни в коем случае не может быть это полезно для людей, которые испытывают реальные и настоящие проблемы, потому что в этом случае то, что, например, вы будете читать, то, что вы, например, можете прочитать, это будет интерпретировано вами по-своему, и, соответственно, никакого эффекта от этого не будет. Либо будет, но совершенно обратный, не тот, которого вы ждали или хотели, или хотели. Вот. Потому что, еще раз, книги пишутся исключительно для людей, которые изучают это, то есть людей, не заинтересованных прямо, как не может, например, хирургию или медицину изучать тот, у кого что-то болит. По крайней мере, он не может изучать ее объективно. Далее. Вы пишите, может быть, подскажет кто-нибудь, как можно поменяться внутренне? Вопрос, конечно, интересный. Я полагаю, что... вас что-то не устраивает. В своей жизни. Ну, то есть, вот. Вероятно, ваша личина, персона, да, такое понятие есть, как персона, не удовлетворяет вас. Не дает вам того, чего вы хотели бы того, в чем вы нуждались бы. Вероятно, эта неудовлетворенность, она и толкнула вас задать такого рода вопрос. Я бы сначала порекомендовал бы исходить именно из направленности этой неудовлетворенности. То есть, того, грубо говоря, с чем она связана. Того, откуда она берет начало. Неудовлетворенность. То есть, как вы испытываете ее неудовлетворенность. Как она проявляется, эта неудовлетворенность. В чем это сказывается? Ну, то есть, вот, ваша неудовлетворенность в чем сказывается? На каких проявлениях сказывается ваша неудовлетворенность? Где она выражается, так сказать. Дальше, следующий важный момент. Вы пишете, начать любить себя не в эгоистичном плане. Знаете, здесь уже содержится запрет. запрет. То есть, здесь уже содержится такая директива, что вам нельзя любить себя не в эгоистичном плане. то есть, запрещаете себе это. Любить себя не в эгоистичном плане. и на мой взгляд, на мой взгляд, на мой взгляд, тонкость здесь, она вся в том, чтобы вы поняли одну простую, на мой взгляд, вещь, что абсолютно все люди, абсолютно все люди любят себя в эгоистичном плане. Любить себя нужных, любить себя мощных. И это всегда эгоизм в чем-то. И это нормально. Что это нормально? Ну, любить себя так. Любовь к себе начинается с заботы о себе, с принятием себя. В некоторой степени это можно назвать здоровым эгоизмом. И в этом плане здоровый эгоизм должен быть. Но вы употребляете такой термин, вы употребляете такое слово, как значит любить себя не в эгоистичном плане. То есть получается, получается, что вы даете оценочное суждение, что сейчас, на данный момент вы любите себя именно в эгоистичном плане. Но откуда, простите, вы это знаете? Кто вам это сказал? Почему вы считаете, что сейчас любите себя в эгоистичном плане? А когда-то, ну если вот вам например прочитать книги, то вы не будете любить себя в эгоистичном плане, а будете любить себя в каком-то другом плане. Понимаете? То есть вот это оценочное осуждение, да, это стремление угодить кому-то. Как возможно и внутренне поменяться. И до тех пор, пока вы будете пытаться кому-то угодить, ничего не получится. Нужно исходить из того, как комфортно именно вам в первую очередь как комфортно именно вам, а никому либо. То есть понимаете? Можно меняться. И в целом изменения это ну как минимум это хорошо. как минимум как минимум есть какое-то развитие, да, в этих изменениях как минимум. но изменения всегда должны иметь цель. То есть если у изменений цели нет, если цель отсутствует, то соответственно изменения приобретают без контрольный характер, хаотичный характер. И вы можете потерять всякую внутреннюю организацию личности, которая у вас есть. соответственно если вы этого не хотите, я полагаю, что вы этого не хотите, то соответственно в таком ключе действовать не стоит. Именно вот в таком ключе вам предлагается сперва сформировать четкие цели по возможности четкие цели. Потом проанализировать что вы можете сделать для их достижения, ну для достижения этих целей. И уже после этого думать как это можно сделать. исходя из чего анализируя такие вещи как последствия расплату да то есть ну чем вы готовы платить за такого рода перемены в своей жизни и так далее. Нужно чтобы вам было комфортно. и если вам где-то в чем-то как-то некомфортно то это необходимо выяснять и определять почему так произошло. Из-за чего так случилось. Что вам перестало быть комфортно. Что вам перестало быть спокойно. Понимаете? А вот по книге например вы будете действовать и у вас вы будете чувствовать что ну вы наносите себе вред. Например. и кому от этого будет лучше. Вам? Вряд ли. Другим людям? Да нет. Не будет. Не будет лучше другим людям от того что вы будете себе вредить. Никому от этого лучше не будет. Даже те кто скажет что хочет вам какого-то я не знаю вреда например. Но это все равно это это неправда. То есть человек он это даст ему какое-то удовлетворение да. Но совершенно совершенно мимолетно. Вот. Ну так правильно. Так правильно. А книги. Ну вот я рекомендовал бы почитать что-нибудь из Маслоу например. Из гуманистических психологов если вы говорите об именно изменениях. Маслоу Роджерс вот такие люди которые являются столбами гуманистической психологии. Вот. Вот с этого начните. Если хотите что-то почитать. Можете почитать вот знаете есть такая книга она читается популярной популярной психологии. Но на мой взгляд ее можно читать и в качестве ну учебника. Это называется теория личности Хиел и Зиглер. Вот. Это очень такая популярная достаточно книга. Она тоже неплохая для вот тех запросов которые вы даете. То есть именно поменяться внутренне. А вот что касается того чтобы научиться любить себя не в эгоистичном плане. Именно любить себя. Здесь все сложнее. Потому что не совсем пока понятно откуда у вас идет это. То есть не ясна проблема. И пока проблема не ясна. Я бы не рекомендовал бы книг именно по данному направлению. Потому что допустим книгу порекомендую. Ну я либо кто-то еще. Вот. Порекомендую книгу. А выяснится что проблема у вас совсем другая. И книга вам например только навредила. И вряд ли в этом будет что-то хорошее. Вот. Поэтому давайте мы наверное все-таки постараемся именно вот по данному направлению все-таки найти что-то такое более более конкретное. Вот. Вот на мой взгляд именно так можно вам ответить на вопрос. На ваш. Надеюсь что мой ответ был полезен. Вам если у вас остались дополнительные вопросы вы можете задать мне их в личку. я буду раб вам помочь. А если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим. А значит если проблема будет более конкретно то я смогу ну например я смогу либо другой любой другой психолог сможет вам подсказать книгу. то есть если вы именно книгу хотите. Вот. Но пока вот при данном уровне раскрытии проблемы книгу по любви к себе порекомендовать нельзя. Потому что каждый любит себя по-своему. Вот. Я вам желаю всего самого доброго и удачи!